Какое решение? Признать или не признать свою вину? Я её не убивал. Но речь пока идёт о том, чтобы признать вашу встречу на даче с покойной, интимную близость с ней. И о том, что, когда в результате нанесённого кем-то удара наступила смерть, вы одели покойную, отнесли в свою машину и вывезли на другой конец города, в лесопарковую зону. Ничего этого не было. Признав то, что я вам сейчас сказал, и объяснив вашей поступке стремлением скрыть свои отношения с покойной, вы существенно облегчите своё положение в целом. Я ещё раз повторяю, не исключено, что кто-то другой, а не вы, совершили убийство. При всей малоубедительности не исключена версия, что вы не видели того, кто проник на дачу и нанёс смертельный удар. Или же видели, но по каким-то соображениям и страха. Например, не хотите сказать, но совершенно исключено, что после совершения убийства вы не обнаружили того, что произошло. когда я был на даче, она туда не приезжала. Ну ладно. К сожалению, раз вы всё так упорно отрицаете, я вынужден буду просить у прокурора санкцию на ваш арест. До свидания. Ну, я же ни в чём не виноват. Ведёте себя как преступник. Хорошо, что я тебя нашла. Ты на машине? Да. Где она? О. Ты развернись, я пока позвоню. Здравствуйте, Верегина, можно? Спасибо. Слушай, это я. Тут у нас экстренные случаи. Я, наверное, задержусь. Нет, ненадолго, часа на два, не больше. Что-что? Что ты сразу не говоришь? Когда? Даже не верится. Слушай, ты забери Сашу, погуляйте с ним немного, если хочешь. Своди его на югославский аттракцион в Лунопарк. Угу. Ну всё, целую. Встретимся у мамы. Пока. Куда поедем? Куда-нибудь за город. Зачем? Чтобы спокойно поговорить.